Значит, смотрите, вот эта заставка, она, она, понятно, значит, она приглашает найти натуральное значение для количества яблок, ананасов и бананов, банан или бананов, бананов, которые удовлетворяют этому вот незамысловатому соотношению, да. Ну и вот теперь смотрите, не пытайтесь искать, не потому что решений нет, решения есть. И вот первый из них. Подставляйте и проверяйте, все сходится, 4, ответ 4. Это первое решение. Вопрос. Ну должен возникнуть какой-то вопрос, да? Да. Ну да, можно задать вопрос, сколько существует, ответ бесконечное количество. Но должен, вот у практиков должен возникнуть вопрос. Такие бантики, в принципе, в какой момент они начали возрастать? Ну да, и может быть даже, как бы сказать, какой-то более, вот грубо говоря. Да, есть ли формула, да? И вообще, но я бы, если бы я был практик, я не практик, нет. Но на лекциях по эллиптическим кривым, если появляется, о, ты попал, да? Молодец. Вот, значит, задан был бы вопрос такой, и был задан неоднократно. А как их можно найти? Перебором по понятным причинам нельзя. Сегодняшние компьютеры перебор в лоб берут, ну, до 10.30, это, наверное, с запасом, я уже сказал, да? С большим. С большим. А это 10.80. Вот вопрос, да, возникает вопрос. Как можно прийти к этому решению? А теперь, слушайте, допустим, мы на него ответим, на этот вопрос, как-либо. Ну, мы на него, на самом деле, ответим сегодня. Как, вот, допустим, мы научились, что это значит, мы научились делать? Это значит, мы научились получать невероятно большие числа, которые являются решениями некоторого группы уравнений, грубо говоря, да? Каких-то уравнений какого-то типа. Если я практик, я говорю, это значит, что мы научились делать невероятно крутые шифры. Потому что, понятно, да, я сообщаю там по секрету технологию получения этих чисел, там, 7 раз проделать некоторую итерацию. И если это знает мой контрагент, то остальную часть информации можно выкладывать в открытый доступ, и никто никогда ничего не вскроет. Такой шифр взломать нельзя. Вы никогда не получите перебором этих чисел. Вот, то есть, грубо говоря, да, и на самом деле, вот то, что я сейчас сказал, то и произошло. Когда человечество, чтобы я его не свалил случайно, когда человечество вышло на эллиптические кривые и методы получения решений подобных уравнений, то, что было в предыдущем уравнении, это типичное уравнение из серии, которое называется эллиптические кривые, и о которых будет идти сегодня речь. Тогда же человечество, в общем, научилось делать очень крутые шифры. То есть, современные шифры построены на основе эллиптических кривых. Но это не то, про что я сегодня буду говорить, потому что отдельная тема шифрования, она уже связана с совершенно обычными приемами. Там берется очень большая обелевая группа, в ней что-то такое происходит. А вот откуда берется эта обелевая группа большая? Это как раз сегодня про это и будет идти речь. И что такое обелевая группа, я тоже объясню. Если вдруг кто боится, что я буду предполагать это. Я, в общем, почти ничего не буду предполагать. Скажем так, что-то типа школьной программы. Вот так. Что-то типа школьной программы по алгебре, геометрии. Это то, что я буду предполагать. Остальное мы будем, значит, я буду... Я хочу познакомить вас с основной процедурой, которая происходит в эллиптических кривых. Итак, нам нужно понять, откуда это решение взялось. Ну, на самом деле перебором можно найти решение этой задачи просто в целых числах. И оно вот такое. То есть если у нас, например, яблок минус одно, то все сходится. Ну, это понятно, можно запустить в компьютер. Перебор там от нуля до плюс-минус n. Очень быстро он вам даст это решение. 4, значит, делить... Сейчас, правильно я написал или нет? Ну-ка, что у нас? 4 минус 1 или я? 11! Все, я чувствую, что-то не то. 11. Так, сейчас заодно мы нащупаем тот, который будет писать. Может быть, вот этот. Так, этот лучше. А, ой, ну да. А, это как раз, это гладбище, да, фломастеров? С почестями это братская могила использованных фломастеров. Так, простите за черный юмор. Я с детства... Так, плюс 11 третьих минус 1 пятнадцатая. Вот, вот смотрите. Приводим к общему знаменателю, да, он равен 30. Соответственно, здесь 12 тридцатых, да? Ну ладно, придется еще немножко повоевать этому фломастеру. Нет? Ничего. Так. Плюс 110, да? И минус 2. Ну? Сходится? Сходится! 4. Вот. Значит, у нас есть одно решение. Так. Сейчас, значит, вот этот плохо, да, писал очень. Ну, то есть он хорошо, но какие-то они такие, да? Не толстые. Ну ладно, посмотрим как-нибудь, да, будем. Значит, дальше. Некоторая операция проводится с этим решением. Вот эта операция, значит, я расскажу про нее чуть позже. А пока я приведу еще несколько примеров, еще несколько примеров такой же ситуации, похожей ситуации. Задача о шарыгинских треугольник. Задача о шарыгинских треугольниках. Шарыгин — это великий геометр. Например, наш советский и российский геометр, не так давно скончавшийся, он, значит, у него книга «Задача по планиметрии». Есть задача номер 180 в одном из изданий. Она была такой. Если мы возьмем равнобедренный треугольник, то очевидно, что биссектрисы, вот так проведя, мы получим тоже равнобедренный треугольник. Ну это понятно. А вот если мы взяли неравнобедренный треугольник, то может ли получиться так, что будет вот тот равнобедренным? То есть мы ищем вот такой треугольник, что если провести биссектрисы, то она кажется равнобедренным. Но у меня это не получилось здесь. Но вот вопрос, может ли такое быть вообще? Да, биссектральный треугольник, серединный вот этот. Чтобы он оказался равнобедренным, при том, что исходный равнобедренный не был. Ну и дальше, значит, он там написал некоторые условия, которые весьма похожи на вот предыдущее. Оно выглядело как c на a плюс b равно a на b плюс c плюс b на a плюс c. Вот, вывел его, исходя из некоторых геометрических соображений. И дальше сказал, я не знаю, есть ли здесь какие-то разумные решения, но в вещественных числах там выписывается уравнение. Получается, значит, уравнение, ну, просто приводится к такому виду, в котором знаменателей нет. И получается оно следующее, довольно красивое такое. c в кубе плюс c квадрат умножить на a плюс b равно c умножить на a квадрат плюс ab плюс b квадрат. Вот, прибавить a в кубе плюс a квадрат b плюс ab квадрат плюс b в кубе. Вот такое вот удивительно симметричное и красивое. О, спасибо! Еее! Так, вот такое уравнение. Вот. Вот здесь в кубе квадрат, нет, все степени одинаковые. То есть это однородный многочлен. Вот надо понимать следующее. Здесь, в предыдущей задаче, это тоже был однородный многочлен. Вот. Однородный многочлен, ну, он может быть включен в такую серию просто. a на b плюс c плюс b на a плюс c плюс c на a плюс b равно какому-то числу n. Ну и при разных n там можно тоже изучать задачу, да, то есть какие могут получиться числа из этих фруктов. Вот. И, соответственно, он тоже может быть превращен в кубический однородный многочлен от трех переменных. То есть домножаем на все знаменатели, получается f от a, b, c равно нулю, u, где a, где f, это кубическая форма, кубическая однородная форма. Ну, однородная форма не говорят, говорят просто форма. Форма это и есть однородный многочлен от трех переменных. И еще один. Отлично. Спасибо огромное. Мобилизация фломастеров завершена. Ну и что дальше происходит? Значит, дальше. Задача Шарыгина стала достаточно популярной среди московских геометров. Они пытались ее там всячески решать. В частности, был открыт, это было даже названо, Шарыгинские треугольники. Вот это. Был открыт Шарыгинский треугольник. Вот как это может быть? Я не знаю. Понимаете? Это вот называется подарок судьбы. Сейчас я вам покажу. Это придумано лет 20 назад. Значит, берем правильный семиугольник. Ой, его лучше центрировать здесь, да? Чтобы как бы, как будто на комплексной плоскости, да? Ну, как ни странно, понимание, что он на комплексной, помогает быстро установить, что он Шарыгинский. Сейчас я покажу. Внутри него Шарыгинский треугольник. Но внутри этого многоугольника треугольник можно придумать только один неравнобедренный. А именно сторона, малая диагональ и большая диагональ. Вот. Все, что тут можно выдумать. Это сторона, малая и большая диагональ. Так вот, не поверите, а он Шарыгинский. Вот так. Вот здесь равнобедренный треугольник возникает. Ну, доказательство это некоторая выкладка в комплексных числах просто. С учетом того, что, соответственно, это всякие Е в степени 2π и делить на 7, да? И так далее. Вот. Ну и возникает вопрос. А в целых? Ну и один мой друг, он, значит, запустил некоторый очень интересный такой тоже процесс. Вот типа того, который вот здесь запустили, чтобы получить те значения. Ну и в этом он считал, что это как бы переименовал переменные, получил там уравнение, которое было квадратным относительно одного и квадратным относительно другого переменного. И с помощью там теоремы Виета он сделал несколько итераций и получил здесь значение в районе миллиона с лишним. То есть оказалось, что бывают такие треугольники с целыми сторонами, бисектрально-пифагоровые треугольники шарыгинские. Вот. То есть такое существует, и первый из них имеет размер там все стороны больше миллиона. До этого он запускал компьютерный перебор, но ничего он не дал. Компьютеры 96-го года до туда не дошли. Но, например, сегодняшние компьютеры уже первое решение бы отловили. Ну и дальше, соответственно, возник вопрос, есть ли еще. Мы там проанализировали эту задачу и тоже ответили на этот вопрос так. Бисектрально-пифагоровых треугольников бесконечное количество. Ну и вот у них вот эти стороны, они растут, как это самое, как вот из рога изобилия. То есть количество цифр там более чем двоится. Ну в общем, это безумные совершенно числа. И каждый раз подставляю, можно убедиться. А можно вопрос, как это похоже? Да. Есть же целое циклопедие замечательных точек, замечательных линий треугольников. Да-да-да. А как вот, например, математики, они пришла им в голову как идея, ага, я давно такой интересный. Ну да. Как проверить, уже написан в этой циклопедии? Да-да-да-да, но если касается точек треугольника, прямо в нее идешь и задаешь для, ну там, ну там есть такая штука. Если ты придумал новую точку треугольника, да, ну вот допустим, да, то нужно забить вот в эту Кларк Кинберлинг энциклопедия. Там 30 тысяч точек треугольника. Забить для треугольника со сторонами 6, 13 и 9 и получить значение с точкой до 20 цифры. Если не совпадет ни с одним, то, соответственно, скорее всего, это новая точка. Дальше ты доказываешь, что она хорошая, интересная каким-то образом, тебя включает в энциклопедию. Примерно так. Но в данном случае речь не о том, потому что речь же не о точках треугольника, а о треугольниках специального вида, да. Вот, ну и вот эта задача, лежащая не очень далеко от начала исследованной геометрии. Ну там довольно естественный вопрос провести бисектриса и посмотреть на этот треугольник. То есть это как бы не то, что что-то совсем витиеватое. Я был на лекции Льва Емельянова как-то, и вот у него такие красивые сложные конструкции возникали из планиметрии, гораздо более хитрые. И тоже они как бы были оправданы какой-то внутренней логикой развития планиметрии. То есть это вполне, это нормально, это так устроена математика. Она как бы, она, да. Вот. Дальше. Следующая ситуация называется биткоин. И в тот раз мы ее в конце успели чуть-чуть коснуться. А кто был на той лекции? Помните, мы в конце что-то быстро-быстро и лихорадочно решали? Вот я подумал, в этот раз мы это спокойно все решим в рамках общей лекции по эллиптическим кривым. Вот эта кривая описывает функционирование криптовалюты биткоин. Что значит описывать функционирование? Это значит, что берут простые числа огромного порядка, не знаю, там 10 в сотый, что-нибудь в этом духе, и в арифметике остатков отделения на данные простые числа возникает вот то, что называется группа, вот возникает эта самая вот Абелева группа, про которую я сегодня все время буду говорить, да, и сейчас скоро я объясню, что это такое. Значит, то есть перечисляются все остатки отделения на какое-то огромное простое число, которые удовлетворяют просто вот этому уравнению. Ну и на множестве остатков вводится некоторая структура группы. Значит, вот как она будет вводиться, я сейчас покажу на примере, на примере, значит, на примере совсем простых уравнений, совсем простых, которые… О, как, оказывается, доска-то белая. Смотрите. Я думал, появился новый вид досок, серые доски, но нет. Мы-то не пробовали, да, знаешь, как это? Я вспомнил анекдот, ну, не знаю, неудобно сейчас какое-то время такое, пойдешь, расскажешь анекдот про некоторую национальность, а потом тебя привлекут. Ну, я думаю, что если я про Чукча расскажу, то ничего страшного не случится, да? Вот, Чукча пошел в баню, ему ужасно не понравилось, было жарко, душно, и он потерял телегрейку. Вот, и через полгода его друзья очень долго уговаривали, все-таки уговорили пойти в баню. Значит, ну, как-то ладно, говорит, ради друзей можно. И на следующий день спрашивает, ну, он в этот раз понравился, говорит, еще как! Во-первых, уже привык, вот помню, как было жарко, уже не так страшно все было. Ну, и компания была классная. Самое главное, телегрейка нашлась. Как? А где она была? Под майкой, однако. Так, ну, ладно, я-то не... Когда про русских рассказывать, я тоже не обижаюсь. Можно рассказывать. Я не обижусь. Ну, вот, короче говоря, доска, оказывается, белая. Итак, y квадрат равно x кубе плюс-минус один. Сейчас напишу плюс один. Вообще вот это уравнение, y квадрат равно x кубе плюс-минус один, его в целых иррациональных числах решали, ну, заведомо Эллер очень сильно оттоптался по ним обоим. До этого у Ферма возникали где-то еще, еще более, даже у Диафанта Александрийского. В общем, это уравнение. Ну, как бы, да, понятно, что мы спрашиваем. У меня есть кубики, игральные кубики какие-то, нет, не игральные, для игры в кубики детей, да? И они строят из них кубы и квадраты выкладывают. И вот может ли быть так, что можно выложить квадрат, а из соседнего количества кубиков выложить куб? То есть это вполне такая понятная, естественная задача. Вот, ну и нужно ее решать там в целых или в рациональных числах. Ну и вот это уравнение, вот такое уравнение, его прямо можно решить, ну, если немножко знать то, что называется комплексные целые числа, гауссовые числа, то оно решается почти в одну строчку. Вот это уравнение с плюсом решается немножко сложнее. Настолько сложнее, что один раз я его в школе решил в 10 классе, и с тех пор так и не могу восстановить своего собственного решения. Но тогда я за него получил огромную пятерку с большим количеством плюсов, там, ну, короче, закрыл какой-то листочек по арифметике, значит, специальных колец. Я его решал в так называемом кольце чисел Эйзенштейна. Но сегодня я про это говорить не буду, а про гауссовые мы сегодня говорить будем. Вообще про комплексные числа мы будем говорить, поэтому это уравнение, может быть, к концу мы даже чуть-чуть решим. Ну, верна следующая теорема. Теорема. Значит, среди x, y рациональных, даже не целых, а рациональных, существует ровно 5 решений этого уравнения. Решений этого уравнения. Ну, и теперь я прямо готов слушать ваши версии. Есть вопрос, а почему вот откуда такая вообще поскольку вопрос? Написали бы некое уравнение отсюда, да? Отчего это вдруг мы задаем такую вопрос? Ну, да. Откуда этот вопрос? А почему не 6? Ну, хорошо, да. Вот почему не 6? Почему здесь 7, например? Стало удобным в биткоине использовать семерку. Там какие-то, видимо, я, честно говоря, даже не знаю, по каким причинам. Может быть, это первое уравнение, у которого что-то нетривиальное, неизвестное, я не знаю, честно скажу, не знаю. Но суть в следующем. Что такое вообще наше понимание чисел? Наше понимание чисел — это умение отвечать на какие-то быстро возникающие вопросы. Это очень типичный такой вопрос. Что будет, если у тебя квадрат отличается от куба на некоторое фиксированное количество? Это вполне естественный для теоретика числовика вопрос. Когда ты разбираешься с этим, ты лучше чувствуешь числа. А лучше чувствуешь числа, ты как бы начинаешь всю математику лучше чувствовать. Все приходит в теорию чисел. Все. То есть это как бы… У нас есть две, фактически такие два магнита с двух сторон. Один — это топология, другой — теория чисел. Вся математика, она по ним растягивается целиком. То есть непрерывные вопросы все сводятся к каким-то топологическим инвариантам. Ну и потом они могут еще тоже перейти в теоретико-числовые. Ну и другие вопросы прямо сразу ведут в теорию чисел. Ну и вот, соответственно, возникает… Ну и вообще вопрос, почему мы решаем кубическое уравнение? Почему именно кубическое? Вопрос имеет совершенно конкретный ответ. Потому что квадратные мы решать умеем все. И там вопросы как бы… Но последние непонятности, шероховатости с квадратными уравнениями закрыты в начале 21 века, но полностью закрыты. То есть если я напишу уравнение, грубо говоря, вот я беру здесь, пишу уравнение какое-нибудь q от a, b, c равно 0, от трех переменных, однородная степень 2. То вообще говоря, я в принципе умею его решать. Я понимаю, что там ждать. Я знаю, как устроено решение. Про это есть целая теория, которая в общем завершена. Про линейные вообще, ну все понятно. Но про кубические эта теория, она развита в некоторой степени. Ей занимались всю историю математики. Это ужин, да, покушать? Не бойтесь, я не сейчас, это после лекции. Там просто очень плотный график, потом будет в буквоеде на Невском презентация книги по экономике. Второй автор тоже будет, Александр Филатов. Он тоже здесь в Питере сейчас прогуливает лекцию почему-то. Или он здесь? Нет, прогуливается. И про кубические уравнения оказалось все очень сложно, красиво, содержательно. И с кубическими уравнениями связано полторы из семи проблем Клея, величайших проблем тысячелетия. Одна прямо непосредственно, сегодня я ее сформулирую в конце. Ну другая гипотеза Риммана связана с ней некоторым образом. Да, это одна, которую решил Перельман в 2002 году, остальные висят. Приспокойно висят дальше. Вы в одной лекции, я помню, на Индии вы показываете форму для решения корней кубических уравнений. Да, да, кардана. Я до сих пор не нашел первоисточник, откуда будет все-таки его вышиваться. Но дело в том, что обычно его сразу пишут в урезанном виде. Да, да, ну а это выводится из этого урезанного... Наверное, я просто хотел поразить там студентов. Вот. Три-два, еще. Ноль-один. А один-один. Ноль-один. Так, один-ноль. Сейчас как-то один-ноль, извините. Игрик. А, нет, тогда действительно нужно быть аккуратнее и написать так. Значит, два-три, во-первых. Во-вторых, прошу прощения, два-минус три, да? Да. Ноль-один. Ноль-минус один. Ноль-минус один. И? Ищите. Ноль-доль. А? Нинус один-доль. Да. Все. Это сложная теорема, но я хочу вам показать картинку, которая простая и которая прояснит суть. Значит, сейчас будет еще такой вопрос, что вот часть у нас уравнений было сформулировано через х и у, и они были неоднородные. А часть через А, Б, С, и они были однородные. Тут есть какая-то связь. Эту связь мы тоже проясним. Значит, на самом деле это одна и та же наука абсолютно. Вот с однородными и с неоднородными это одна и та же. То есть, либо мы изучаем однородные уравнения от трех переменных, либо неоднородные от двух. Разница на, извините, бесконечно удаленную прямую. Ну, чуть позже расскажу. Значит, смотрите, вот это уже надо рисовать. у квадрат равно х кубе плюс 1 рисуется следующим образом. Тут будет вот такая. Тут будет вот такая. Это будет такое корыто. 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 Так, потом пошли сюда. Подцепили по ходу точку 2, 3. Подцепили по ходу. Значит, оно симметричное, да? Точку 2 минус 3. Вот это прямая. А теперь, внимание. С помощью матана. Все знают матан, да? К сожалению. Так. Можно легко убедиться в том, но вот это даже без матана, это просто школьным образом. Очевидно совершенно, что они лежат на одной прямой, да? Эти тоже на одной прямой. А вот с помощью матана можно убедиться в том, что вот это вот касательное. Как вы думаете, куда идет? Касательное вот здесь. Вот сюда. В 0 минус 1. Все верно. В 0 минус 1. Вот сюда. Прямо. И, соответственно, это вот сюда. Тут я плохо нарисовал изгиб. Он более мягкий. Потому что та касательная тоже идет туда, куда надо. Куда ей надо идти. Она идет в точку 0. 0.1. Итак, любые прямые, проходящие через пары этих точек, кроме вертикальных там прямых, про которые отдельная речь, любые касательные в этих точках, все проходят, ну как бы они пересекают кривую эту нашу, тоже в точках из этого набора из пяти. Вот такая вот получается таинственная, как это, диаграмма, да? Диаграмма. То есть при проведении прямых мы получаем, то есть иными словами, давайте я угадал вот эти две точки. Я их угадал. Ну, несложно угадать. Я провожу через них прямую. y равно там x плюс 1 вестима. Я подставляю ее в уравнение этой прямой. У меня получается кубическое уравнение относительно x. Согласны? И два его решения я уже знаю. Это x равно минус 1 и x равно 0. Согласились? Ну, если я знаю два его решения, и они задаются рациональными числами, то третье решение по теореме Виета находится легко. Вот это самая главная мысль сегодняшней лекции. Внимание, это самая главная мысль сегодняшней лекции. То есть идея состоит в том, что если я нарисовал кривую с помощью такого уравнения, каково такого? Кубического. С помощью кубического уравнения нарисовал кривую и угадал какие-то на ней две точки с рациональными координатами, то третья тоже будет рациональной. Исходя из этой теоремы, мы уже знаем, что все эти касательные все ведут куда надо. Да, и с касательной то же самое. Если я провел касательную, это значит, у меня просто соответствующее уравнение третьей степени будет двойной корень одинаковый, двукратный корень, корень кратности 2. Но тогда опять по теореме Виета у меня возникает третий корень, тоже имеет рациональные координаты. То есть у меня получается рецепт двоения, удвоения, ну как бы не удвоения, рецепт размножения точек. А что такое группа? Группа — это когда мы по двум объектам строим третий. Ну вот что вообще такое определение группы? Давайте дадим определение группы. Сотрем сейчас вот эту кривую замечательную, потому что это все было только, чтобы навести нас на эти разговоры. Вот, то есть, что такое группа? Вот, это тоже сейчас будет чистая-чистая доска. Так, отлично. Значит, множество там А, например, называется группой. Если есть такая операция как бы спаривания, то есть вот я могу перечислить все элементы А, ну их может быть бесконечное количество на самом деле. Поэтому это может быть бесконечной матрицей такой, да? Ой, блин. Так. И я заполняю, вот у меня есть способ заполнить все ячейки. То есть есть закон спаривания двух элементов в третий, да? Вот это вот для любых, для любых А, Б из А, вот эта вот операция тоже принеслить А. Что это за операция? Да какая угодно. Просто я могу прописать вот здесь любые. Тут А3, например, там тут А5. Ну, конечно, если я как угодно напишу закон спаривания, то группой это не будет. Группой называется закон спаривания, в котором выполнены некоторые условия. Что это за условия? Да. Это, во-первых, ассоциативность, то есть закон спаривания должен удовлетворять обычному правилу поведения с умножением и сложением, да? Коммутативность тогда эта группа будет называться Абелева, если А, Б равно Б, А. То есть вообще говоря, не требуется коммутативность, но у нас будет коммутативность в наших группах, поэтому можно сразу говорить про Абелеву группу. Дальше. Существует нейтралка, которая, ну, с кем не спаривай, да? Я мог в одном порядке только спаривать. Есть ли коммутативность. Вот. И, значит, для любого элемента, последнее условие, для любого элемента существует обратный, который нейтрализует данный элемент, превращая его в нейтралку. То есть как бы есть... Мы берем и абстрагируемся от свойств сложения обычных чисел. Есть сложения. Какие у него свойства? Существует нейтральный элемент. Он там 0 называется, да? Нам пофиг, как он называется. Он есть, да? У нас есть сложение, оно коммутативно, оно ассоциативно. У нас есть 0, который ничего не меняет, и для каждого элемента есть противоположный, который его нейтрализует. Если ты 3 сложил с минус 3, получился 0. Так. А для умножения? Для умножения надо выкинуть 0. Выкидываешь 0, тогда нейтральным становится единица, и тоже все хорошо. Вот эта вот как бы группа, это вот мы абстрагируемся от того, рассматриваем ли мы сложение или рассматриваем умножение без нуля, или мы рассматриваем, например, преобразование плоскости, или мы рассматриваем остатки отделения на какое-нибудь число по сложению, или остатки отделения на простое число по умножению. В общем, возникает очень много, очень важных для математики объектов, которые вот это вот свойство групповые приобретают. Я, допустим, я много раз, много раз понятен, что это такое. Мне всегда было непонятно. Хорошо, вот есть такое множество, которое выполняется в соответствующей форме операции. А ведь есть же множество других, и выполняются другие операции. Да, но для математики оказывается важным этот. То есть важно понимать, что и малой, и полугруппа, и кольцо, и так далее. Что это просто? Мы начинаем комбинировать эти размозки. Да, да, да. Но мы комбинируем в ту сторону, в которую естественным образом математика развивается, в том числе для того, чтобы уметь решать уравнения. Вот. Ну и смотрите. Хотелось бы, чтобы здесь была группа. Вот дальше произошло следующее. То есть в третьем веке нашей эры диафант обнаружил вот это сложение точек. То есть он сказал, вот он первый, он там привел кучу примеров уравнений, в которых была третья степень, в которых было две переменных, и он показывал, как из двух точек новую делать. Но что такое группа он не знал, и он не нащупал, потому что она здесь, она здесь не прямо вот сразу, вот неверно будет сказать, что сумма этих двух точек равна вот этой. Если так попытаться сделать, не видно, где бы жил ноль, нейтральный элемент. Его здесь не обнаруживается, и непонятно, что за точка, которую как ни проведи, получится та же, куда ты проводишь. Ну, вообще что означает, что вышла та же? Ну, например, вот я вот эту вроде как прибавил к этой, и получил какую третью точку пересечения? А эту же, да, потому что там кратный корень. То есть здесь как раз можно разобраться. Кратный корень будет тогда суммой. Но у нас нет такой точки, из которой куда ни приведи, будет всегда касательная. Очевидно, что такой точки нет, поэтому нейтрального элемента быть здесь относительно такой операции не может. Нам нужно подправить немножко эту операцию. Нам нужно ее сделать так. сделать так, чтобы она, чтобы она образовывала, короче, группу. Да, совершенно верно. Придумал это Пу-Ан-Ка-Ре. Значит, это было спустя 16 веков. В 19 веке нашей эры тот самый Пу-Ан-Ка-Ре, который также оставил гипотезу Пу-Ан-Ка-Ре, которую доказал Переман, да, который живет в городе, где мы сейчас находимся. Вот. Так вот этот самый Пу-Ан-Ка-Ре, он сказал, неправильно складываете, как, помните, неправильно ты дядя Федор бутерброд ешь. Его надо есть маслом вниз, правильно? Или как там сначала? Колбасой вниз, да. Ну да, то есть вот так есть. Так вот то же самое сказал Пу-Ан-Ка-Ре. Неправильно ты, дорогой диафант, точки складываешь, поэтому у тебя группой не получилось. А точки надо складывать так. Точки надо складывать следующим образом. Берем две точки, проводим через них прямую, и третью точку пересечения отражаем вниз, вот сюда. Итак, А плюс Б будет равно вот этому. Плюсик в этом кружочке будем обозначать. Так, значит, сейчас мы будем искать здесь нейтральный элемент. Я помолчу, а вы попробуйте угадать, но может кто-то на самом деле скорее всего знает, да, где находится нейтральный элемент у этой группы. Мы его найдем… Нет, он должен быть один для всех точек. Один и тот же. А поднимите руку, кто знает на самом деле. Один человек. Значит, смотрите, где находится нейтральный элемент. он находится на бесконечности в вертикальном направлении. Он есть, но он не виден. И теорема неправильная. Существует ровно шесть решений. И еще бесконечность в вертикальном направлении. Вот сейчас придется это осознать. Вот сейчас, к сожалению, пришла пора перейти на проективную плоскость. Без нее невозможно дальнейшее изучение. Почему кубические кривые тоже довольно долго лежали, как хлам, непонятно, что с ним было делать. Диафант навыдумывал кучу очень красивых уравнений, которые он там научился вот этим методом кустарно решать. Но что дальше было с этим делать, он совершенно не понимал, потому что дальше нужна была какая-то накопленная, какой-то накопленный объем математической информации. В частности, без концепции проективной плоскости невозможно дальнейшее изучение. Значит, смотрите. Сейчас я про проективную плоскость расскажу, заодно расскажу про связь вот таких уравнений с вот такими уравнениями. То есть две переменных и три переменных тоже связываются через проективную плоскость. Но прежде давайте представим себе, что у меня очень далеко наверх расположена какая-то точка этой кривой. и я провожу прямые через нее и остальные точки. Какое общее свойство этих прямых? Они почти параллельны друг другу. Правда? Ну, они чуть-чуть только меняются уклончик. А если снизу я буду бить вверх? А то же самое. Ну, наоборот, но то же самое тоже свойство сохраняется. А теперь я просто представляю себе, что на самом деле все это сходится на бесконече туда и туда. То есть у меня такая как бы там что-то такое происходит. Да? И бесконечность вверх и бесконечность вниз. Это одна и та же точка. Тогда каким свойством она обладает? Если я провожу через нее прямую, через нее и некоторую другую точку на кривой, то что это за прямая будет? Итак? А? Нет, не касательная. Я беру точку и ввожу куда-то очень далеко вверх или вниз. Перпендикуляр, конечно, к ой икс. Не к ой икс, к ой икс. То есть параллельно ой икс. Вот она будет. Я уел так далеко, что вот этот вот угол, он все больше и больше становился, он стал просто вертикальным. То есть прямая стала вертикальной. И тогда совершенно очевидно, то есть у меня как бы из этой точки у меня есть вот это пучок прямых, которые проходят через точку бесконечность и обычные точки. Они просто параллельны друг другу. То есть у меня как бы был пучок вот таких прямых и я взял за него и потянул вот за эту штуку туда, далеко-далеко наверх. В конце концов, превратился просто в пучок параллельных. Если был пучок таких и я потянул далеко вниз, он тоже превратится в пучок параллельных. Ну так, в определенном смысле. Мы сейчас поймем, как это правильно формально сделать. То есть пока это какие-то странные соображения, которые приводят просто к договоренности. Договоренность состоит в том, что эта кривая имеет еще одну точку на бесконечности. Надо довольно разумно считать. Вот эти две ветви, они становятся все более вертикальными. Ну и довольно разумно считать, что где-то там эта бесконечность, и они встретились. И, соответственно, теперь мы все уже видим. Бесконечность плюс эта точка, и это вот эта точка, отраженная обратно. То есть эта точка. То есть бесконечность плюс А для любого А равно А. Бесконечность плюс Б равно Б. И так далее. Потому что мы проводим вертикальную прямую и потом отражаем назад как раз в эту точку. Ну, аддитивность очевидна. Соответственно, обратный элемент тоже очевиден. вот это Б, это минус Б. Через них проходит прямая, она третий раз пересекается на бесконечности, мы отражаем бесконечность, она уходит в бесконечность, ту, которая на минус, но минус и плюс бесконечности у нас одна и тоже. Вот. Получается, что нейтральным элементом этой абелевой группы служит бесконечность, которую мы считываем и в вертикальном, и в горизонтальном, ой, извините, и вверх, и вниз одну и ту же, через которую все прямые будут параллельными оси ой или вертикальными, иными словами, параллельными друг другу. И получается вот такая структура группы. И единственное, что здесь не очевидно, это вот это свойство. Внимание, мне бы потребовалось две большие полноценные лекции на потоке алгебраистов, чтобы это доказать. Это трудно, и это мы сегодня не сделаем. Ассоциативность — это самое сложное из всех свойств. И оно, как оказалось, оно выполнено, вот тогда-то сама математика и началась. Когда доказывается через алгебрическую диаметрию, мы вводим понятие линейного пространства всех форм третьей степени, в нем там линейные условия, что проходят через те или иные точки формы, накладываем несколько линейных условий. СМЭ, очень хорошую книгу, алгебраическая геометрия для всех. Такое вот, это аксиомарон название. Оксимирон, но он на самом деле себя так назвал, потому что он отсылал к термину оксиомарон. Это аксиомарон. Алгебрическая геометрия не может быть для всех. Это самая сложная наука, которая есть на свете, и в математике в том числе, как бы она внутри математики, она как бы как отдельная математика. И она вообще сложная сама по себе. Но тем не менее, есть один чел на Земле, очень крутой, который сказал, а я напишу. Так что будет хоть чуть-чуть, да понятно второкурсникам. Зовут его Майлз Рид. Ну да, ну как бы все-таки. Вот. И там на 10 или 15 страницах эта ассоциативность доказывается. Книга понятна студентам, действительно понятна. То есть это как бы не что-то запредельное. Он там шутки-брибаутки постоянно всякие у него. Ну и получается на самом деле значит получается это утверждение не только, конечно, для этой кривой и не только для той, которая у квадрата равна х кубе плюс 7. Это утверждение значит верно утверждение о групповой структуре верно для любой кривой вот такого вида. У квадрат равно х кубе плюс ах плюс b. А и b любые числа. Вещественные, комплексные, из какого-то любого поля. То есть можно как бы рассматривать для разных числовых систем. А кривые такого вида называются эллиптические кривые. Связь с эллипсом тоже это отдельный очень длинный разговор. Есть другое определение эллиптических кривых. Значит, чуть позже я его тоже скажу. А сейчас я вам объясню, как вот из тех уравнений делать эти. то есть вообще какая связь между уравнениями от трех переменных и уравнениями от двух. От трех однородными, от двух произвольными. Так. Смотрите, допустим, я написал уравнение да вот хотя бы то, которое было. С в кубе плюс С квадрат на А плюс Б плюс равно С, ну минус С на А квадрат плюс АБ плюс Б квадрат минус А в кубе плюс А квадрат Б плюс АБ квадрат плюс Б в кубе чуть-чуть не вместилось. Ну ладно. Вот такое. Давайте посмотрим, что это уравнение высекает в пространстве. Вот у меня есть А, Б и С. Давайте А, Б как бы за горизонтальное, а С за вертикальное отвечает. Я это привел в пример. На самом деле можно написать любой однородный многочлен на А, Б и С степени 3. Любой. То есть здесь как бы это я просто для примера написал. Давайте изучим, что именно происходит в пространстве. Вот, например, пусть у меня есть какое-то решение, одно какое-то решение. Вот там точка, не знаю, 3, 5, 4 или что-нибудь в этом духе или еще какая-то точка, неважно, 1, 2, 3. Вот. Вот смотрите, я утверждаю, что вся прямая, вообще я утверждаю, что 0, 0, 0 всегда является решением, но это очевидно, правда? Вот. Значит, я утверждаю, что если я взял однородное уравнение, это или какое-то другое, то вместе с любой точкой вся прямая, вся прямая состоит из решений. Однородность. Мы при переходе от 1, 2, 3 к, скажем, лямбда, 2 лямбда, 3 лямбда, если мы подставляем это в однородное уравнение, у меня лямбда в кубе просто выносится и все. И получается, раз был 0, значит будет 0. То есть, решение однородных уравнений, причем тут на самом деле кубическое, мне нужно только, чтобы потом говорить про эллиптические кривые, а вообще любых, это потом, пока просто любое однородное уравнение от А, В, С. Как выглядит множество его решений? Вот, на самом деле, с чего начинается алгебрическая диаметрия, которую я только начало знаю, освоить не смог, она очень трудная для меня. Вот, значит, начинается с того, что мы просто пишем уравнение. На самом деле, с чего вообще начинается математика? Мы пишем уравнение и пытаемся решать. Ну, физик скажет, что математика начинается тогда, когда мы математике диктуем уравнение, которое надо решать. Химия говорит, что математика начинается, когда у нас начинают возникать кристаллы, их нужно описать, их группа симметрий. Мы идем спрашиваем математика, что такое группа и узнаем что-то про химию. Ну, то есть, каждый представитель других наук будет говорить, с чего по его мнению начинается математика. Но на самом деле они все, конечно, неправы. Это продолжается она там. Она продолжается физиками, которые приходят к математикам в гости за решением тех или иных уравнений, химиками, биологами, кем угодно. А начинается математика изнутри себя. То есть, чел сидит дома и пишет уравнение и решает. А потом к нему приходит и говорит, слушай, ты, кажется, зачем ты решал вот эти уравнения. А ты знаешь, что вот карданный вал будет теперь работать и самолет полетит, если ты мне объяснишь, как ты их решал. Он говорит, да ладно, а что это вообще, зачем это все нужно, летать куда-то. А, хотя прикольно, да, слетаю, ставят. Ну, бывает, бывает. Все бывает. Но все-таки математика начинается из себя и изнутри. То есть, вот эти все уравнения, их вначале решали математики. Потом пришел, пришел там криптограф огромный в количестве тысяч человек и сказал, ё-моё, какое пространство для шифров. Как вы догадались изучать эллиптические кривые? Никак, просто это кубические уравнения. Мы должны решать кубические уравнения. Но кубические уравнения, ну, просто это уравнения, вот такие, где степень равна 3. А почему именно 3? Ну, потому что старше вообще никто ничего не умеет решить. Начиная с 4 вообще ничего неизвестно. Известна только теорема, что у него всегда конечное количество решений. Кроме выраженных случаев, когда он является там, ну, короче, есть. Да, это теорема этого. Файтингса, по-моему. Я точно не помню имена никогда. Ну, в общем, есть теорема о том, что кривая рода там больше единицы. Она в таких терминах замысловатых, она формулируется в очень замысловатых терминах. По-русски она звучит так. Типичное кривая, типичное уравнение 4, 5 и более высоких степеней не решается. Не решается, имеет только конечное число, имеет только конечное число рациональных решений. Вот точная формулировка. Это прям вот точное, с точки зрения слова типичное. Типичное. Почему я сказал типичное? Потому что если я возьму квадратное уравнение и умножу его на другое квадратное уравнение, у меня получится 4 степень уравнения. Но это читинг, правда? Ну вот читинг убираем, вот все остальное типичное. Ну там еще есть другой читинг, называемый особенность вида ласточкин хвост. Ну невырожденное, надо говорить правильно, невырожденное. Наверное, я даже может ошибусь, но кажется так, точная формулировка видимо такая, что вот если вот такая система уравнений неразрешима вдоль кривой, кроме точки 0, 0, 0. Вот наверное так. Я думаю, что так. Ну сейчас алгебрический геометр, который иногда смотрит мои лекции, приходит с комментариями, что я ошибся там, там, там и там. Сейчас тоже может быть придут. Ну в общем, наверное, что-то близкое к следующему. Рассмотрим любое уравнение, для которого неразрешима вот такая система уравнений, кроме точки 0, 0, 0. Ну 0, 0 понятно, это же квадратичное все будет. Если она была кубическая, это будет квадратичное. Если это было степени d, они будут d-1, но все будут однородные. Когда я взял производные, это все сохранилось, однородность. Поэтому 0, 0, 0 всегда с нами. Вот если больше, кроме 0, 0, 0, решения нет. Можно было бы сказать вдоль кривой, то есть одновременно с f от a, b, c равно 0. Но это не надо делать, потому что на самом деле для однородной степени d есть такая формула Эйлера. кажется, она что-то вот в этом роде. Она говорит, значит, что это... Сейчас, 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 сейчас. Можно ее, наверное, вывести. Можно вывести ее. Но вот это уравнение, короче, будет лишним. Почему? Потому что давайте я введу параметр t, да? f от t, a, t, b, t, c. И продифференцирую по t. Что произойдет? Что произойдет? Из-за однородности это t в степени d умножить на f от a, b, c. Согласны? Поэтому производная будет равна d от t в степени d минус 1 на f просто. Но с другой стороны, я же могу и по-другому дифференцировать. Это будет a на df по d, a в исходной точке плюс, ну, вот в этой точке, да? t, a, t, b, t, c. Плюс так далее, правильно? Плюс... Ну и теперь я t равно 1 подставляю. И что я получаю? Что d умножить на f от a, b, c равно a на df по d, a. Видите, я не помнил формулу, но легко ее вывел. Плюс b на df по d, b. Плюс c на df по dc. Все. И поэтому, если они все 3 равны нулю, то f сама тоже должна быть равна нулю. То есть это тогда происходит вдоль кривой. Почему я это называю кривой? Это же в пространстве. Это тоже отдельный разговор. Почему я называю кривой? Тут начинается приглашение в эту красивую науку, да? Вот через проективную геометрию влогебраическую. То есть мы берем и требуем, чтобы эта система уравнений не имела решений. Значит, подсказка. Если она будет иметь решение, то оказывается это все гораздо проще изучать. То есть сложность возникает именно там, где решений нет у этой системы. Такие называются невырожденными. Ну и, в общем-то, невырожденная форма третьей степени от трех переменных a, b, c называется эллиптической кривой над комплексными числами. Но если, например, у нее есть хотя бы одна рациональная точка, хотя бы одно решение в рациональных числах, что для однородного уравнения то же самое, что в целых. Понимаете, почему? Сила вот этой причины. Вместе с каждым решением вся прямая входит. И если есть рациональное решение, умножьте нам все знаменатели, да? И у вас получится целое решение. То есть поиск рациональных решений вот таких уравнений это поиск целых решений тех же самых уравнений. Ну и возникает просто вот такая теория, что мы решаем кубические уравнения, потому что это первое, что интересно. До этого все понятно. Если два переменных там было бы, а не три, то это бы сводилось просто к многочлену от одной переменной, и про него все понятно вообще полностью. А если больше, то мы вообще ничего не... Ну это уже большая гибридическая диаметра, короче. А вот здесь первое, что возникает, это третья степень, потому что в второй степени все просто, и от трех переменных. Но при чем тут вот это, да? То есть вот как сюда прийти или вот сюда прийти? Вот что здесь? Почему здесь? Я назвал вот эту кривую эллиптической. А теперь я утверждаю, что кривой эллиптической я называю уравнение третьей степени, которое не вырождено. Не особое еще говорят. Почему? А вот почему. Потому что я могу поднять плоскость вверх на одно деление. Пусть С равно единице. Это плоскость. Согласны? Плоскость? Плоскость. Подставляем сюда С равно единице. Или, если хотите, просто поделим на С в кубе все это. Вот это, если мы делим на С в кубе, да? При С не равно нулю, мы имеем право поделить на С в кубе. И тогда получится 1 плюс А к С плюс Б к С равно там А к С в квадрат. Ну, короче, вот это вот, если я теперь это за Х обозначу, это за У, у меня получится уравнение третьей степени только уже с двумя переменами Х и У. или вот в этой плоскости С равно единице. Проведем координаты А и Б и назовем их Х и У. Тогда мы получим след, который оставляет вот эта вот поверхность в пространстве, след на этой самой плоскости. Вот он будет вот примерно такого вида, как я нарисовал. Все эти прямые, каждая из них будет ровно в одной точке пересекать вот эту плоскость. Согласны? Ровно в одной точке. А все-таки есть ли прямые, которые на этой плоскости не будут видны? Горизонтальные. Это те, где С равно нулю. Если С равно нулю, понимаете, да, то прямые будут горизонтальные. Но при С равно нулю возникает многочлен однородный от двух переменных Б и С. Но это все равно, что от одной переменной, когда я поделю на С в соответствующей степени. То есть возникает еще не более чем N, но в данном случае, если 2 равно 3, не более чем 3 направления параллельных Земле, которые с этой плоскостью не пересекаются. Но вот на самом деле вот это написано СВ квадрат равно А в кубе плюс С в кубе. И вот эта бесконечность, это знаете, какая настоящая, какая, ну вот что это на самом деле такое? Вот эта бесконечность, которую мы рассматривали. Это просто 0, 1, 0. Вот такая прямая, то есть прямая, которая на этой плоскости смотрит от нас вон туда в бесконечность. Вот от нас как бы горизонтальная прямая уходящая вон туда в направлении Y. И именно вот эта прямая, которая через 0, 0, 0 проходит в том направлении, она является решением соответствующего вот здесь уравнения. И она здесь изображается в вертикальной вот как бы бесконечно удаленной. То есть она не видна, мы говорим, что она бесконечно удалена. То есть на картине от трех переменных нет никакой мистики. Никакой. На ней есть направление 0, 1, 0, которая является, внимание, троекратным корнем этого уравнения. Трехкратным. То есть это корень степени 3. Если мы отпараметризуем это в том направлении, будет просто А в кубе равно 0, как бы, да, А, вот, и все. А равно 0 3 раза. И именно она и называется на самом деле нулем соответствующей группой. Просто нам удобнее всегда представлять кривую в двух координатах. Нам неудобно видеть трехмерную ситуацию, да еще и называть трехмерной, придется называть прямые точками. Потому что это одно решение. Все вот эти решения, они друг от друга, по сути-то, не отличаются. Поэтому мы должны это называть одной. Ну и вот когда люди к этому пришли, появилось определение проективной плоскости. Проективной плоскостью называется множество прямых в пространстве, проходящих через точку 0,0,0. Каждая прямая, которая проходит через точку 0,0,0 называется точкой проективной плоскости. То есть предпочли иметь дело вот с такими кривыми, но тогда уже называть прямые точками. Но все равно, на самом деле, все время параллельно существуют два языка. Вот такой язык и такой. Такой и такой. Такой и такой. То есть когда мы делим на c в кубе, мы получаем равнение двух переменных, но надо помнить, что мы потеряли несколько точек, не более трех, которые лежат вот в этой горизонтальной прямой. Если мы хотим, чтобы у нас не было каких-то мистических бесконечностей, которые туда и туда одна бесконечность, мы возвращаемся в трехмерное пространство и смотрим там. Там просто прямые. То есть проективная плоскость это множество прямых в трехмерном пространстве, проходящих через 0,0,0. И можно прямо сразу работать именно в проективной. Надо просто привыкнуть с этими тройными отношениями. 1 к 2 к 3, например, точка. Но она же это 2 к 4 к 6, она же это 3 к 6 к 9. То есть нужно привыкать к вот этому, как это сказать, дихотомическому что ли описанию. Вот. Ну и вот, собственно говоря, вот теперь я должен отсюда перейти вот сюда. Теперь я должен отсюда перейти сюда. смотрите, как это делается. Так. Вот как это делается. берется преобразование линейное от трех переменных. Вот это любая матрица с элементами в том поле, которое вас интересует. Нас интересует поле рациональных чисел. Что? Какая размерность матрицы? 3 на 3. То есть вот здесь, здесь и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь сидят рациональные числа. Мы заменяем координаты на новые. То есть подставляя сюда вместо А, В и С. Ну, то есть там, например, 2 штрих минус В штрих, там плюс С штрих на 3. Это будет вместо А. Ну, и то же самое вместо В и вместо С. Да, вот записали просто и подставили сюда. Понятно, что если мы подставим такие линейные формы, то у нас на выходе тоже будет ну, третья степень линейная какая-то, какая-то это самая шняга, да, третья степень тоже однородная. Так вот, теорема заключается в том, что любая невырожденная форма от трех переменных вот такой заменой приводится к виду существует матрица, да, линейная вот такая вот замена, приводящая ее к виду, ну, здесь только надо написать СВ квадрат равно А в кубе плюс, ой, тут А и Б, зараза, я вот зря тут А и Б назвал. Понимаете, да, что я сделал? Как их назвать? О, суперидея! Альфобета! И тогда здесь нужно написать альфа на А на что умножить? На С квадрата, чтобы сохранить кубичность. Плюс Б это на С в кубе. В новых переменах, естественно, штрих, 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 штрих. То есть утверждение заключается в том, что если мы рассмотрим любую форму от трех переменных А, Б, С, С, А, 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 еще дополнительно, на самом деле, если я хочу, чтобы это все над рациональными числами, надо потребовать, чтобы было хотя бы одно рациональное решение, то есть хотя бы одна целая точка, удовлетворяющая соответствующему уравнению. Но если я хочу над комплексами делать, это уже мне пофиг, потому что в комплексном всегда будет куча решений и так. Значит, соответственно, я беру такую матрицу, перевожу ее в новую, нахожу такую матрицу, она всегда существует, что после замены переменных получится кривая вот такого типа. Теперь я поделил на цифкубе и получил вот это. Вот. И вот это вот и есть так называемое, здесь синий у меня, вот тут я его похватал, да, это называется форма Вейерштрасса. Давайте вот таким синим, чтобы выделить их. Вот это форма Вейерштрасса эллиптической кривой. Любая эллиптическая кривая сводится к такому виду. На любой такой кривой вот это умножение превращает ее в группу. Причем в любом, любое поле, которое я рассмотрю, например, рациональное решение, если есть хоть одна рациональная точка, это будет группа всех рациональных точек. Можем рассмотреть какие-нибудь там поля между рациональными и... Она только абелева? Всегда абелева, конечно, да, потому что мы через две точки проводим прямую и отражаем, понятно, что не важно в каком порядке взять. Вот. Ну и вот эта вот, значит, ситуация на самом деле она все это решает. То есть вот что мы, например, делаем вот с этими фруктами? Что мы делаем с фруктами? Мы их переводим, например, в этот вид. На самом деле есть методика работы прямо в АБЦ. Есть способ вычислений прямо в АБЦ. Вот в координатах АБЦ и непосредственно там и проведение касательных, то есть в пространстве, общаться в пространстве и не переходить к этому самому, к вот этой проективной плоскости от двух переменных. Но, наверное, да, давайте ограничимся этим. Значит, переводится это уравнение в одно из таких уравнений, да, при некоторых альфа и бета. Дальше подставляется вот это вот 4, значит, 4, минус 1, пятна, 11, да, вычисляются, это обратимое преобразование должно быть, я забыл сказать, но, наверное, очевидно было. Вот, получается, новые координаты какие-то делим на c в кубе, получаем x и y, которые соответствуют первому решению. Ну, а дальше обычно делают следующее. Обычно, значит, вот у меня какая-то получилась такая загогулина, да, вот это вот типичный вид. Типичный вид такой кривой, это вот такой, либо бывает еще вот такой. вот такой тоже бывает вид. Кажется, блин, это, наверное, эллипсы, это еще что-то. Нет, не, 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 ни в коем случае, это совершенно разные, там, это именно вещественный овал эллиптической кривой, как это называется, да. Вот, тут тоже возникает всякая вот такая, тут вот так складывают, да, точки, иногда попадают на вал, иногда не на вал, с овала на вал, иногда все три здесь могут оказаться. Ну, и дальше мы отмечаем вот эту найденную точку, начинаем касательные проводить, тут касательные проводить, складывать точки друг с другом, то есть как бы множить сущности, мы начинаем их множить, они вот, все больше их вылезает, 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 у меня уже только что одна рациональная была, теперь у меня их куча. Ну, и в конце концов, значит, пользуясь структурой группы, мы можем этот процесс сильно упорядочить. Диафант этого не знал, и он просто фигачил, значит, касательные и секущие, и все. Но если мы знаем, что это группа, да еще Абелева, то это что такое? Ну, вот я взял, например, какую-нибудь точку, ее множу просто, и все, например, что такое двойная точка? Да, сама собой, но я вот так вот случайно взял, что она перегиб у меня, как назло, она сама собой себе же и равна, да? То есть это точка перегиба случайно попала, не надо такую брать. Значит, берем это самое, вот такую, да, вот сюда попал, отразил, ой, нет, я хотел взять, вот, вот точка, я касательную беру и поднимаю наверх. Вот, значит, это если это А было, это 2А. Дальше А, значит, А плюс 2А, вот 3А. Ну и пошел, поехал, да, из ассоциативности совершенно неважно, в каком порядке вы это делаете. То есть вы множите точку, ну, дальше какие у вас варианты? У вас, может быть, может все время новые, новые, новые получатся, да, точки? А, 2А, 3А. А может быть на каком-то этапе Н умножить на А равно бесконечности, ну, то есть нулю. То есть Н-кратная А у вас на вертикальную прямую вышла. О, вы говорите, блин, тогда А была точкой кручения. Кручения, точкой кручения. Ну, тогда нужно выбрать какую-то еще точку, поискать. Может быть, есть, может, ее и нет. Вот, например, в той кривой, о которой мы с самого начала говорили, у квадрат равно х кубе плюс 1, там все кручение, все сводится к кручению. Группа изоморфна, как мы говорим, группе остатков отделения на 6 по сложению. То есть на самом деле вот эти вот 5 точек и бесконечность, которые мы рисовали, складываются тем же образом, как складывается отделение на 6 остатки. 1 плюс 1 равно 2, 2 плюс 2 равно 4, 4 плюс 2 равно 0, например, да, там. 3 плюс 2 равно 5, а 3 плюс 5, например, равно 2. Ну, то есть все время вычитаем 6. То есть там получается просто группа z по 6z. Ну, а в каких-то случаях может возникать ситуация, когда ни при каком n a в бесконечность вот сюда не ушла. То есть все точки a, 2, a, тут же, естественно, вот этот 0, который в бесконечность, ну, ни при каком, кроме 0. Минус a это противоположное a, минус 2, а вот эти вот все точки, они все во все стороны будут различны, тогда это изоморфно числом целым по сложению. Это все или не все, спрашиваете вы? Ну, может иногда все, иногда не все. Да, это зависит от того, что за кривая. А вообще, верно ли, что если мы взяли там, вот кручение это просто все точки, которые имеют конечный порядок, вот что можно сложить несколько раз с собой и получить вертикальную прямую. Значит, кручение это подгруппа, значит, теорема, да, теорема, сейчас я спромулирую теорему. Теорема. Значит, кручение, все точки кручения, все точки кручения, образуют подгруппу и для нее есть только конечный список вариантов, а именно одну из остатки поделения, значит, я сейчас, может быть, чуть-чуть ошибусь, остатки отделения на m при m равно, значит, 1, 2, 3 и так далее, 8,12, кажется так, неожиданно. То есть 9, 10, 11 не бывает, с 1 до 8 бывает и 12 бывает, больше ничего. А также z по 2z прибавить вот такую z по mz. Тоже при каких-то вот таких. То есть, грубо говоря, бывает очень мало вариантов. Ну, я здесь использую некоторый термин, там прямая сумма абелевых групп. Давайте попроще скажу, просто, значит, кручение сводится буквально к нескольким точкам всегда. Буквально там. Не больше, грубо говоря, 24 точек. И это очень легко отследить. То есть, если вы точку A начали закручивать и на 12-й итерации вы не получили бесконечность, то значит, это точка бесконечного порядка. А про бесконечный порядок вторая часть теоремы. Она говорит, так, вот это теорема Мазура. И там еще есть какие-то дополнительные теоремы, как искать точки кручения. Ну, бог с ними. А вот вторая теорема — это Морделла. И если я не ошибаюсь, если я не ошибаюсь, а интернет вам подскажет, ошибаюсь я или нет, это 1922 год. Мы празднуем столетие. Теорема Морделла утверждает, что все, кроме кручения, но это нужно объяснять, что такое фактор группы, ну, в общем, так, для простоты так напишу. Все, кроме кручения. Это z плюс z плюс z и так несколько раз. Конечно порождено. Конечно порожденное. Всегда. Иными словами, по-русски, по-русски, внимание, по-русски, для любого уравнения такого вида с рациональными альфа и бета, можно считать их целыми на самом деле, можно замену сделать так, чтобы они целые были. Значит, для любого уравнения такого вида с целыми альфа и бета. А там еще, кстати, дополнительные условия, чтобы у этого многочлена не было кратных корней, забыл сказать. Эллиптическая кривая, если вот этот многочлен без кратных корней. Так вот, для любого такого уравнения, если есть хоть одно рациональное решение, все рациональные решения могут быть получены из конечного списка точек путем, соответственно, вот этих вот операций диафанта, секущих и касательных. То есть только коней можно указать набор А1, А2 и так далее, АР, и любое вот такое будет вида там, не знаю, 35А1, минус 20А2, например, плюс А4. Ну, все вообще возможные целочисленные комбинации можно реализовать как сложение точек, и оказывается, что для любой эллиптической кривой это конечно порожденная группа. То есть всегда можно найти конечное числоточек, из которых все получается. Да, это генераторы порождающие абелевые группы, просто и все. Их конечное количество. Вот, ну и спрашивается, естественно, что? Спрашивается, это называется ранг, количество вот этих вот слагаемых называется ранг. Ну и спрашивается, как по уравнению понять его ранг? Может ли быть, например, уравнение ранга 100? И знаете, какой ответ? Неизвестно. Максимальный ранг, который был известен в момент, когда я этим интересовался пристально год назад, по-моему, был 29, и были какие-то намеки, что кто-то построил ранга 41 кривую. Ну, в общем, неизвестно, вообще есть ли верхняя граница этого ранга. Может быть, что все вообще уравнения, которые мы такие напишем, дают ранг меньше 100. А может быть, что для любого ранга мы можем представить. Это неизвестно. И проблема, номер, не помню какой, из списка Клея, из семи проблем. Важно. Ну, в интернете посмотрите, какой номер. Гипотеза Бёрча-Свинентон-Дайера. Вот это я помню. Это пятая. Пятая, да? Проблема номер 5 из списка Клея. Гипотеза Бёрча-Свинентон-Дайера предлагает некоторую формулу вычисления для этого ранга. Она связывает эту кривую с некоторой функцией комплексного переменного, которая называется зета-функцией вот этой кривой. И здесь, естественно, прямой мост к гипотезе Риммена тоже происходит, потому что она по тем же принципам построена, что и гипотезе Риммена. Ну и там вычисляются некоторые там для комплексно-аналитических функций есть понятие полюс, там 0, полюс, кратность полюса, кратность нуля. Ну и вот привязывает к этим характеристикам. Действительно, одна из семи величайших проблем математики для третьего тысячелетия. Она формулируется ровно вот про это. Вот такая формулировка. Ну а возвращаясь к этим фруктам, там понятно, вы крутите там типа 9 раз, берете вот эту точку 9-кратную, берете ее и получаете уже с положительными. Вам нужно что сделать? У вас изначально 4 было минус 1,11. И в чем незадача? Ну минус 1 яблок не бывает, да? Фигачьте вдвойную эту точку, там уже большие числа, потом тройную еще большее, но все время отрицательные лезут. Но на девятом этапе у вас вылезет решение с положительными всеми тремя. То же самое с шерегинскими треугольниками. У этого уравнения есть огромное количество решений, в котором а равно плюс-минус 1 или 0, ну и b и c тоже. Но вам нужен треугольник, то есть вам нужно, мало того, что они все 3 положительные должны быть, еще неравенство треугольника должно быть выполнено. Ну и вот соответствующее уравнение, но тем не менее у нее будет ранг единица, то есть количество решений рациональных у этого уравнения бесконечное, и рано или поздно оно выходит на положительные числа, удовлетворяющие неравенство треугольника. Ну и там с помощью неких соображений вполне несложных доказывается, что бесконечное количество раз туда попадает, где неравенство треугольника, верно? Вот, соответственно, вот шаригинские треугольники так решаются, и это уравнение полностью так решается, там бесконечное количество ранг больше или равен единице этой кривой. Вот, ну и обещал я завершить некоторой странной связью с гипотезой АБЦ, о которой я говорил весной, да? Вот, и заодно показать, как работать с касательными, не над действительными числами, а над комплексными. Ровно так же можно работать над остатками отделения на простые. Ровно так же можно работать над остатками отделения на простые. Вот, ну и, конечно, нельзя не упомянуть будет в конце. Задача моего дедушки, для каких треугольников верна вот такая странная формула, что полупериметр в кубе равен сумме кубов в длине сторон. Придумал мой дедушка, ну не знаю, я не видел, может в интернете и было до этого, но он мне показал, что я сразу не увидел. Ну, я не настаиваю, естественно, что... Кто знает, поднимите руку, кто вот такой треугольник знает один какой-нибудь? Нет? Ну, тогда я вам скажу, какой? Египетский. Потому что есть совершенно невероятное соотношение. 3 в кубе плюс 4 в кубе плюс 5 в кубе равно... Как вы думаете? 6 в кубе. А вы знали такое соотношение? Да. Вот. А вот оно означает, что этому уравнению удовлетворяет египетский треугольник. На самом деле, после этого я прочел лекции по эллиптическим кривым на школе комбинаторики алгоритмов, больше известной как Алка-школа или школа Рыгородского. Ну, вот, этом и зимой она происходит. И нашел школьник, Никифор Кузнецов, который с помощью его метода перевел это уравнение, короче, в обычный вид, вот этот y квадрат равно x кубе плюс что-то, перевел эту точку куда надо и доказал, что бесконечное количество треугольников целочисленных вот с таким свойством. Приходите на лекцию, посмотрите, какой следующий там, типа порядка нескольких тысяч решения. Несколько тысяч. То есть целые числа, порядка нескольких тысяч. Потом уже идут там много миллионов, много-много миллионов. Но это все очень быстро растет. Вообще, как бы на этом основании, да, вот из этого соотношения можно очень много вот таких кубических закономерностей получить, потому что мы же не обязаны здесь равные коэффициенты написать. Мы можем написать любые рациональные числа, которые удовлетворяют вот такому уравнению. Берите любые альфа, бета и гамма, удовлетворяющие вот такому соотношению. И после этого, когда вы их выдумаете, пишите уравнение, что сумма кубов этих равна 3 альфа плюс 4 бета плюс 5 гамма в кубе. И это будет эллиптическая кривая. Почти всегда. Но при некоторых соотношениях вырождение все-таки будет. Но его легко отслеживать, эти уравнения на самом деле не очень сложно решать. Потом фигачите вот это вот сложение точек, переводите в обычный вид, фигачите сложение точек, и у вас получается куча соотношений вида сумма трех кубов равно к четвертому кубу. То, что на самом деле математики довольно долго занимались. То есть вот эти соотношения это а-ля теорема Ферма. Понимаете? Что такое теорема Ферма? Что сумма трех кубов не равна нулю. Ну при n равно 3. А если не нулю справа, а кубу какого-нибудь числа, ну или просто какому-нибудь числу там, но если просто какому-нибудь числу мы так не умеем решать, а вот если кубу какого-то числа, то тогда мы можем записать соответствующую кривую, любую, при любых альфа, бета и гамма, при которых вот это вот получается. Ну и мы будем получать на выходе разные кубические соотношения просто с помощью этого метода. Ну и, наверное, последнее, что мы сделаем, это мы действительно возьмем и руками покажем, что происходит. Вот смотрите, вот это кривая биткоина. Ну, конечно, так на нее никто не смотрел. А именно, у нее есть решение в комплексных числах, целых комплексных чисел. Кто помнит с той лекции или угадает прямо сейчас? x равно y равно? Минус 2. Молодец, да. А это i. Да, плюс-минус. Ну, у меня достаточно плюсов. Я буду касательную проводить. Если я через плюс-минус пройду касательную, я уйду на бесконечность просто, ну, в смысле, прямую. А если я касательную пройду, то там будет что-то интересное. Ну, минус 2 в кубе, это минус 8, прибавил 7, получилось минус 1, извлек корень, получилось i. Все хорошо. Проводим касательную. Что это означает? Касательная, это, ну, в принципе, если вот в обычном, в обычном, что я делаю? Например, я провожу вот так. tv,у, плюс tw, да. То есть я прибавляю какие-то числа, умноженные на один и тот же коэффициент. То есть вектор v,w, вот он v,w, ну, и умноженный на t мне дает всю эту прямую. Я должен сделать, чтобы она была касательной, для этого как бы она была, она идет не абы как, а вот так, аккуратненько вот сюда вписывается. Что это будет означать с точки зрения, когда я подставлю вот эти вот два в уравнение с синей кривой? Кто скажет, что это будет означать? Подставил, там получил что-то, y плюс tv там в кубе, например, да, в квадрате равно x плюс tv в кубе плюс там а на x плюс tv плюс b или альфа-бет, как мы договорились. Кто скажет, что значит, что прямая оказалась касательной? То есть какому условию должен удовлетворять вектор v,w, чтобы это была именно касательная, а не секущая произвольным образом, перетекающая в этой точке нашу кривую? Вот не все вот эти, а именно вот это. Производная это понятие из алгебры, из этого, из матана. А у нас алгебра, чистая алгебра. Смотрите, раскрываем скобки и собираем при t. При нулевой степени t у меня написано y квадрат равно x кубе плюс альфа-x плюс бета. Разумеется, это верно, потому что мы из этой точки стартовали. То есть коэффициента при t не будет, коэффициента константы не будет, первый коэффициент будет при t. Так вот, на самом деле, касательная, это когда первого коэффициента тоже нет. То есть при t ничего нет, при t 0. Начинается с t квадрат. Алгебраическое понимание касательной означает, что параметризованная прямая, которую вы запустили из данной точки на кривой, имеет вырождение до t квадрата. То есть первый член это с t квадратом, а точка перегиба если с t в кубе начинается, Но вот касательно это t квадрат. Но давайте из этого исходить. Значит, мне нужно, чтобы минус 2 плюс vt, запятая i плюс wvt при подстановке сюда, чтобы, когда я получил равнение третьей степени по t у меня занулилось то, что стоит при просто t. Давайте сделаем это по-быстрому, да? По-бырому сделаем и на этом, наверное, и завершим, да? Давайте быстро это сделаем. Значит, i плюс vt в квадрат, i квадрат минус 1, да? Плюс 2 и wt, согласны? Плюс v квадрат, w квадрат, t квадрат равно 7. Дальше x в кубе это минус 8, да? Ну, мне нужно вот это в кубку завести. Минус 8, потом 3 на минус 2 в квадрате на vt плюс 12 vt, прав я, да? Вроде так. Дальше минус 3х2 на это в квадрат, то есть минус 6 на v квадрат, t квадрат, тоже правильно, да? Вроде бы. И куб вот этого плюс v в кубе, t в кубе. Теперь, внимание, мне интересует, ну, вот это, как я вижу, естественно, сократилось, но это ровно означало, что я проводил через эту точку. Мне нужно, чтобы вот это уравновесилось с вот этим, потому что остальные это квадраты и кубы. Вот, и мне нужно, чтобы это с этим уравновесилось. Итого, мне нужно, чтобы 2i w равнялось 12v. То есть, чтобы вектор был, ну, понятно, что от умножения на пропорциональные ничего не меняется. То есть, я просто должен угадать два числа с этим свойством. Ну, например, значит, так, это 6i, v равно 6i, а w равно 1. Правильно? Похоже, да? 1 и 6i. Ну, вот теперь мы берем вот эти 1 и 6i и записываем, что в результате получится, если w равно 1, а... Ой, неправильно, да, сказал? Правильно, конечно. Это 6, а то и... О, молодец, слушай, вот это круто. все верно. И тогда у нас, значит, что у нас тогда будет? Да, 12 здесь, 12 там. Тогда, что тут написано? 36t квадрат, да, равно минус 6i квадрат, 6t квадрат, правильно? плюс i в кубе, t в кубе, минус i на t в кубе. Верно? Похоже на правду? И после это будет 30t квадрат, равно минус i в кубе. На t квадрат мы сокращаем, это именно соответствует тому, что мы касательную проводили. И получается, что третье t задается вот такой формулой. 30 равно минус i t. Ну, то есть t равно 30i, не правда ли? 30i умножить на минус i, будет 30. Итак, t равно 30i, а v равно i. Да? v равно i. Соответственно, минус 2 плюс i на 30i. И это будет x. минус 2 плюс i на 30i. Ну и что это? Минус 32. Так? А y чему равен? А y равен вот этому, то есть i плюс 6 на что? На 30i. То есть, что это такое? 181i. Итого, получается, это занавес, ребята. Это занавес. Получается, что где у меня они? y равно 181i. 181i, возведенный в квадрат, равен минус 32 в кубе плюс 7. и умирает. Видите, что и умирает? Получается, минус 181 квадрат равно минус 2 в 15 плюс 7. Так вышло, что здесь 32 случайно. то есть, иными словами, 2 в 15 равно 7 плюс 181 квадрат. Это очень хорошая тройка АБЦ. И, наверное, предвещая вопрос, отвечаю, что из кривых вида y квадрат равно x кубе плюс k получаются одни из самых лучших серий троек АБЦ, которые сегодня известны. То есть, мы к весеннему докладу построили мостик из эллиптических кривых вида y квадрат равно x кубе плюс k. Вот. Ну и, в общем-то, наверное, на этом все. Да, наверное, на этом все. Приглашаю на канал Маткульт.Привет. И вот одна из последних лекций как раз Никифор рассказывает про вот этот материал и выводит эти самые. Маткульт, привет, запишу сейчас. Можно нам руки подать? Конечно. Спасибо.